Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами совершим автобусное путешествие по Ницце. Ницце-ле-гран-тур, сити-тур. Городской тур на двухэтажном автобусе с 14 остановками. Стоимость поездки, стоимость путешествия 22 евро взрослого человека. После приобретения нам выдали ваучеры, на которых написано, что стоят они 1 евроцент. Почему так делается, непонятно. Туристический автобус в Ницце. По Ницце ездит туристический автобус компании La Open Tour, той же компании, которая представлена и в Париже, и в Лионе, и в Марселе. Раньше это был ярко-салатовый автобус с открытым верхом. Сейчас автобусы красного цвета. На сайте представлена старая версия, если вы зайдете на сайт компании. В автобусе приятно прокатиться в солнечный день по главному городу Азурного берега. Если у вас совсем немного времени, то рекомендую воспользоваться этим автобусом. Если у вас больше 1-2 дней, то вы вполне успеете обойти все достопримечательности самостоятельно. Бас Туристик в Ницце, туристический автобус в Ницце, очень популярное и удобное средство передвижения между достопримечательностями. Раньше на маршруте было 11 остановок, и автобус ехал по принципу зашел-вышел, останавливаясь в каждом пункте. Любой турист мог выйти на любой остановке, осмотреть достопримечательности и войти в такой же автобус, следующий за первоначальным. В 2016 году остановки обозначались условно. Никто, естественно, не входил и не выходил. Мы сели в стартовые точки, проехали по маршруту и вышли там же, откуда уехали. Английский бульвар Начинаем нашу прогулку по Ницце с главной улицы Набережной, Английский бульвар. Именно здесь большую часть своего времени проводят туристы. Пляжи, бары, кафе, рестораны, гостиницы и, конечно, известные достопримечательности. Нет ничего приятнее, чем начать утро в Ницце с чашечки эспрессо и свежего круассана, сидя в одной из кофе на Английском бульваре и наслаждаясь видом лазурного берега. На улице Курс-Алея располагается самый известный рынок Ниццы. Во-первых, здесь можно купить массу необыкновенных гастрономических сувениров. Горчица, засахаренные фиалки, маковый сироп, макаруны, прованские травы и многое-многое другое. Во-вторых, здесь также можно купить продукцию прованса из первых рук. Букеты из лаванды и лавандина, текстильные мешочки с лавандой, мыло, косметику, цветы. По периметру площади располагаются замечательные ресторанчики, в которых вы найдете традиционные национальные блюда и самые свежие морепродукты. Устрицы в Ницце следует обязательно купить и попробовать именно на Курс-Алея. По понедельникам здесь работает глашиный рынок, что не менее увлекательно. Порт Ниццы. Туристы очень часто забывают про эту часть Ниццы, гуляя в основном по английскому бульвару до парка Шато и затем возвращаясь обратно. Однако, порт Ниццу очень красив и его обязательно стоит увидеть. Дома, которые расположены у порта, имеют неповторимое очарование, а ресторанчики и сувенирные лавки здесь значительно интереснее и дешевле, чем на английском бульваре. Украшением порта является церковь Нотр-Дам-Дю-Порт. Остановка номер два. Порт Иль-де-Боте-Порт. Далее автобус огибает порт и проезжает по району Мон-Барон, одной из престижных частей Ниццы, где расположены дорогие виллы и дворцы, смотрящие на море и залив ангелов. Парк Шато. Великолепный парк, имеющий несколько смотровых площадок, с которых открывается незабываемый вид на весь город. Лучшего места для панорамной съемки Ниццы не найти. В парке можно отдохнуть от суеты и посидеть немного в тени деревьев у шумного водопада. Здесь же находятся древние руины собора Святой Марии, а также старинное французское кладбище. Ницца – это город на Лазурном берегу и главный курорт французской ривьеры. И не просто курорт, а престижный. В Ницце часто проходят международные вечеринки на самом высоком уровне и отдыхают в знаменитости. Мягкий среднеземноморский климат, жаркое, но умеренно влажное лето, прекрасная весна с благоухающими над городом садами – все это делает отдых в Ницце по-настоящему приятным. Архитектура Ниццы – это в основном здание эпохи модерна, перемешанное с колоритными приморскими домиками. Особенно красива старая Ницца. Гулять по ее улицам не менее впечатляюще, чем живутся от солнца на пляже. Гулять по ее улицам не менее. Гулять по гостям не менее. Помимо Матисса, Ницца связана с именами художников Шагала и Ренуара. Их творчеству также посвящены музею в Ницце. Кроме того, любители ярких форм и красок ждут музей азиатского искусства и музей современного искусства. Достопримечательность Синицы – Английский бульвар. Великолепный Английский бульвар или Английская набережная тянется 5 км вдоль шикарных отелей, памятников архитектуры, баров, ресторанов и магазинов. Это самое популярное место у туристов. Они любят гулять здесь днем и ночью, часто даже ориентируясь в городе по зданиям на набережной. Знаменитейший отель Негреска, находящийся на Английской набережной в Ницце, чаще всего служит таким ориентиром. Как по любому городе у моря, набережная считается здесь основной достопримечательностью. Можно приехать в Ниццу позагорать и все равно как минимум 4 достопримечательности увидеть. Саму набережную, музей Массена, оперу и отель. По Английской набережной ходят пешком, бегают, ездят на велосипедах и роликовых коньках. Вечерами пожилые люди любят сидеть на стульчиках и долго смотреть в море. А юные художники часто рисуют здесь свои пейзажи, которые затем охотно продают. Старая Ницца Старый город, без сомнения, одна из самых красивых частей Ниццы. Дома на узких и извилистых улицах средневековой Ниццы выкрашены в теплые цвета. Между окнами натянуты веревки с бельем, а в местных лавках продают сувениры, сделанные своими руками. Блуждая по улицам, словно в лабиринте, можно ненадолго забыть, в каком именно европейском городе находишься. Но при этом заблудиться здесь невозможно. Старый город величиной всего в несколько кварталов. До Старого города удобно дойти по набережной или заехать на трамвай до остановки опера Старый город или кафедральный собор Старый город. Старая Ницца граничит на севере с площадью Гарибальди, на востоке с холмом Шато, на юге с набережной этап Юнис, а на западе с бульваром Жан-Жерес, площадью Массена и Национальным театром Ницца. Старая часть Ниццы включает в себя ряд административных зданий, таких как Ратуша и Дворец Правосудия, а также культурные и архитектурные достопримечательности Ницца. Остановка площадь Гарибальди. Автобус выезжает из района Порт и останавливается на уютной площади Гарибальди. Вокруг нее несколько музеев. Мамаз. Музей современного искусства и музей естественной истории. Музей современного искусства. Безумные инсталляции, сложные для понимания арт-объекты, скульптуры и картины современных художников, и все это бесплатно. Музей современного искусства – одно из самых удивительных мест Ниццы. Музей современного искусства. Остановка Акрополис Барна. Мы проезжаем мимо памятника одного из символов Ниццы – квадратной головы. В здании находится библиотека. Музей современного искусства. Далее автобус едет в один из престижных районов Ниццы – семье. Где находятся музей Марка Шагала, музей Анри Матисса и парк семье. Музей waiting. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Археологический музей состоит из двух частей, и это его часть самая интересная. Здесь можно увидеть руины дохристианского амфитеатра, бани, арены и многое другое. Осмотр не займет много времени, зато поможет настроиться на посещение других достопримечательностей на холме. Музей Марка Шагала Двигаясь по бульвару Карабасель, можно выйти к музею Марка Шагала. Работы художника в этом музее объединены библейской темой. Подобные стоит увидеть хотя бы раз. В самом престижном квартале Семье расположен парк, где находится музей Матисса. Окна особняка выходят прямо на развалины римских термин начала прошлого века. И все это окружено оливковыми деревьями и красивым парком, который заканчивается своеобразным зеленым балконом, открывающим вид на живописные холмы восточной части Ниццы. Монастырь Семье Монастырь Семье включает в себя церковь Пресвятой Девы Марии и Францисканский музей, в котором можно проследить за развитием жизни и бытов францисканцев начиная с XIII века. Самое интересное здесь великолепные санкции с мотровой площадкой, откуда открывается совершенно потрясающий вид на город. Музей Матисса Экспозиции в музее Андре Матисса посвящены большей частью французской ривьере. Эти работы помогут понять, за что творческие люди так любили этот регион. После посещения музея можно сходить на кладбище монастыря Семье, где похоронен Матис. Музей Матисса Ценителей красоты и искусства всегда привлекал в Азурный берег Франции. Достопримечательности, находящиеся здесь, тесно связаны с искусством, особенно с художественным. Анри Матисс провел в этом чудесном городе около 40 лет. В музее его имени и экспозиции посвящены большей частью именно французской ривьере. Музей Матисса находится на улице Авеню де Арене де Семье в северной части города. Он занимает виллу 17 века на холме Семье, недалеко от древнеримских руин. Постоянные экспозиции музея рассказывают о жизни и творчестве известного художника, а также о его любви к Ницце. Коллекция собрана благодаря четырем пожертвованиям. Первый подарок музею сделал сам Анри Матисс в 1953 году. Второй музей получил по завещанию от его супруги. Третий передали наследники художника, а четвертый дети. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok и останавливается возле сада Альбера Первого. Здесь же рядом площадь Массена и красивейший променад Дю Пайон. Площадь Массена. Центром Нинцы считается именно площадь Массена, выполненная в неоклассическом стиле. Здесь можно увидеть удивительные вещи, вроде изогнутого металлического монумента, солнечного фонтана, светящихся человечков, сидящих на мачтах, и плитку, похожую на шахматную доску. Это одно из самых интересных мест в городе. Рядом с площадью Массена сады Альберта Первого и Массена с лавочками, цветами, пальмами и фонтанами торговые центры, в том числе галереи Лафайет и Мэрия. В 2007 году вдоль трамвайных путей были установлены работы испанского скульптора «Семь континентов» в виде сидящих на тонких и высоких астаментах людей, как будто разговаривающих друг с другом. В вечернее время суток внутрь них зажигается цветная подсветка. Смотрится довольно странно, зато у каждого побывавшего в Ницце обязательно найдется смазанная фотография одного из французских светящихся человечков. Площадь в окружении пальм и молодых сосен. В свете фонарей приобретает особую атмосферу. После сада Альбера Первого туристический автобус едет по променаду Де Дангле по английской набережной мимо самых знаменитых и красивых отелей Ле Меридиен, Поле Медитаране, Негреско и других. Затем углубляются в жилые кварталы Ниццы и останавливаются на остановке Гамбетта. Английский бульвар. Великолепный английский бульвар или английская набережная тянется 5 километров вдоль шикарных отелей, памятников архитектуры, баров, ресторанов и магазинов. Это самое популярное место у туристов. Они любят гулять здесь днем и ночью, часто даже ориентируясь в городе по зданиям на набережной. Знаменитейший отель Негреско, находящийся на английской набережной в Ницце, чаще всего служит таким ориентиром. Как в любом городе у моря, набережная считается здесь основной достопримечательностью. Можно приехать в Ниццу позагорать и все равно как минимум 4 достопримечательности увидеть. Саму набережную, музей Массена, оперу и отель. По английской набережной ходят пешком, бегают, ездят на велосипедах и роликовых коньках. Вечерами пожилые люди любят сидеть на стульчиках и долго смотреть в море, а юные художники часто рисуют здесь свои пейзажи, которые затем охотно продают. За солнечным фонтаном на площади Массена начинается район Старой Ницы. Узенькие улочки, старые разноцветные дома, мастерские, ресторанчики, чего здесь только нет. Все улицы достойны внимания. Также обязательно следует побывать и на немногочисленных площадях Старой Ницы, чтобы почувствовать, каким этот город был много-много лет назад. Позвольте себе затеряться и, возможно, улица выведет вас к чему-то совершенно неожиданному и прекрасному. Продолжение следует... 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 От этой остановки недалеко до самого большого православного храма на Лазурном берегу, храма Святого Николая Чудотворца, собор святого Николая. Далее лучше всего на автобусе доехать до железнодорожного вокзала Ниццы и оттуда пройтись пешком до замечательного русского православного собора святого Николая. Он считается самым крупным православным храмом во всей Западной Европе. Следующая остановка у центрального железнодорожного вокзала Ниццы. Затем автобус возвращается на набережную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отель Негреско – одна из главных достопримечательностей Ниццы и излюбленное место встречи туристов. Обязательно следует заглянуть внутрь отеля и поразиться его необыкновенному и внутреннему убранству. Отель Негреско является одной из главных достопримечательностей Ниццы. В нем останавливаются известные политики, играют в казино миллионеры из Монако и пьют в баре актеры до и после Каннского кинофестиваля. Негреско – это легенда, в которую можно окунуться, если нет возможности или желания ее прожить. Отель Негреско находится в середине Английского бульвара, набережной. Мимо этого изящного белого здания никак не пройти. Автобус возвращается на набережную и к месту начала маршрута. Монако – это легенда, в которой можно окунуться. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok